Приветствую вас дорогие подписчики и зрители моего канала меня зовут Валда и мы продолжаем прохождение замечательной игры которая называется Rise of the Tomb Raider а ну это собственно пещера откуда мы вышли ладно понятно я думал что за пещерка нас хотят проверить в прошлой серии как вы помните мы с вами собственно распрощались на время с Яковым а может быть и навсегда и познакомились с каким-то другим пареньком который помог нам приладить к нашему пистолету прицел что в принципе само по себе очень даже неплохо кстати шестереночку подняли тоже хорошо так ну теперь двигаемся потихоньку дальше не забывая при этом естественно собирать различные ресурсы полезные так тут пожалуй еще можно доски забрать в хозяйстве пригодится так ну что же идем вперед по старым локациям кстати что касаемо старых локаций давайте тарапы может быть сбегаем в том направлении помните там была пещера где нужна была комета ух ты оперный театр волки волки это не очень хорошо да чтоб тебя сволочь хилимся и бегаем нафиг ублюдок ладно в принципе шкуры лишними не будут еще один волчок придет серенький волчок и укусит зобощок в нашем случае это прям очень верно подмечено потому что сволочи кусаются их правда больно так а неужели мы до пещеры не были получается как то прямо даже не верится давайте сходим посмотрим там как минимум еще один волк остался надо бы найти его и лучше сделать это первому то есть найти у быстрее чем он идет нас но я пока в упор не вижу да то слышу странно куда же он подевался что за фигня так я терпеливый я смотрю все стороны этой пещеры слушайте какой-то полтергейст убежал в пещеру в итоге тут его нету ладно может быть он куда-то в траву забежал куда нам пока не пройти а может быть и вообще не пройти хрен его знает ладно выйдем тогда на улицу обратно так вот собственно раз мы здесь в этих локациях где-то там была пещерка одна любопытная кстати орененка тоже можно убить опять волк шумит где-то ладно хрен с ними стимильнятами пускай убегают плевать хотел ох ты ёперный театр вот это жестко где-то тварь ну офигеть вот так киса впитала она конечно немерено притом что практически стреляла то я в голову и в шею пипец при этом убежала блин столько патронов зазря ёперный театр ладно хрен с ним твою мать она пришла она вернулась ну конечно же патронов у тебя естественно нету ну куда же там хрена давай 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 Y не успел твою мать точнее то что не успел нажал случайно X по зоопарке ну вы знаете в такие моменты начинаешь нервничать и в итоге путаешь все кнопки нафиг ладно ладно я готов к встрече с этой тварью еще раз ай-яй-яй спокойно киса спокойно о фу завалил блин лютое лютое создание подожди не ускользай от меня я хочу еще с тебя шкуру снять две редкие шкуры прекрасно то что доктор прописал пипец конечно уж не знаю кого он там хавала но это явно был последний ее обед но однако у нас киса один один пока что получается в принципе до этого последний обед был у меня потом обед ремной как вы понимаете ладно у нас тут есть гробница собственно сюда я направлялся потому что раньше у меня не было подходящего снаряжения то есть той самой кометы тропа исхоженная теперь у меня она есть исхоженная тропа давайте посмотрим куда она нас приведет неизвестное место дополнительная гробница испытаний напомню что каждая такая дроганица дает нам дополнительный навык который иначе никак не получить поэтому в принципе обнаружена новая база в лагере ледяная теснина посмотрим у нас какие-то новые доступные вещи есть снаряжение экипировочка новая так что можем изготовить охотничий колчан прочный кожаный колчан среднего размера позволяет нести с собой больше любых стрел также можем сделать сумка для пистолетных патронов и сумка для винтовочных патронов блин тут требуется две редкие шкуры у нас как раз только две есть а здесь собственно одна и одна поэтому предлагаю лучше сделать так вкачать такую сумку и вот такой колчан а винтовочные патроны их все равно много не не очень-то и находится поэтому наверное плевать так да видите теперь можно больше таскать с собой стрел 3 ядовитые 35 обычных что у нас и не очень даже много ну что же неплохо так а навыка у меня там не было я что-то как-то втыкал не посмотрел так навыка 0 окей тогда пока на этом все ух ты еперный театр там конечно туда падать не очень бы хотелось ладно пойдем сюда ледяная теснина налеп тихо лариса держись главное держись так голыми руками только смотрите да хватается за лед это ж просто жопа какая-то так и вот так отлично ну что ж этот участок мне подарили теперь начинается самое интересное главное не смотреть вниз офигеть там высота конечно пока лариса давай если еще пиши если ты чего набирай ну жесть какая-то ладно дубль 2 спокойно ну отлично в этот раз да я же у меня же получилось все а пипец какой-то ладно не будем спешить лучше оставить прицелиться и нормально прыгнуть так поехали спокойно 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 отлично теперь надеюсь не упадешь никуда глаз божий дополнительная гробница испытаний однако любопытно тихо держись вверх вправо ну здесь самое интересное опять цепляться эти фигни тихо ох ты твоя дивизия это было близко к провалу реально было близко так здесь я так понимаю надо с этой херней взаимодействовать вопрос только в том как наверно тут наоборот сначала пройти туда получается а там уже да что в тебе понятно в конце был кнопку прыжка начало нажимать а потом уже кнопку зацепа а я же решил просто не верю не верю не верю не верю одной кнопкой обойтись ай смерти нас в этой серии сейчас будет очень много если мы только до гробницы не можем найти никак все блин какие-то фейлы случаются о нашем пути значит соответственно так тому и быть так еще раз прыгай лариса прыгай молодец то есть раз ты сделал все верно так хорошо здесь давай наверх вот и умничка вот и чудненько так это путь наверное обратно получается за звук потому что пока что нам явно в гробницу надо поэтому веревку просто привяжем и оставим а сами пойдем послушаем что это за звук любопытное место очень любопытное так отлично шестеренки болты это все в хозяйстве пригодится записи размышлений место для не будь это проводник глаз божий написано во славу погибшего разведчика который провел пророковщик за тигурой не будь этого места этот божественный скульптуры скалы ветра мы бы заблудились мы все прекрасно помним историю разведчики нашедшим это место но мало кто из вас знает насколько близки мы были к биге кибели мы сбились с пути в горах без пищи без надежды начали сомневаться в самом пророке но разведчик услышал звук и решил что это знак свыше привлеченный музыкой одиночку поднялся на эти утесы а тут увидел наше спасение это святыня напоминает не только о нем и его отваге но и о твердости нашей веры вот так вот это была какая-то часовня пилигрима приходила сюда ей поклониться так ладно ну больше трудить еще полезного хотя нет вот смотри какой-то еще механизм есть так по крайней мере противовес работает так хорошо прыгаем и поползли ну что ж с этим собственно все понятно далее у нас есть понял говорят что песнь горы и глаз божий пилигрима рассказал это посещение святилища они чувствовали величие этого места говорят что однажды услышав этот звук его невозможно забыть отец и мать привели меня сюда чтобы я завершил тайну исходящую из святыни когда-нибудь я и приведу своих детей говорят не будь этой музыки гор наши предки скитались бы по земле до самой смерти но горы позвали их домой так же как зовут меня вот так вот однако ж так привязываем это мероприятие ну а теперь собственно по старым чертежам работаем не тот уровень не совсем я понимаю что от меня требовалось сделать только что штука сейчас меняется когда я вот это нажимаю хрен его знает ладно стрела пока есть давайте пытаться не тот уровень как-то надо поднять его выше вопрос только в том как а вот там кажется какой-то противовес есть что-то надо с ним надо сделать ну что так ладно давайте подумаем давайте пока опять таки закрепим его на всякий случай но потом может что придумаем подожди а если наоборот другую сторону крутить а ну просто не крутится понятно хорошо как бы его развернуть ща разберемся ща разберемся так давай родная давай давай есть контакт так это мы вышли обратно получается по сути вот вот наверное эту цепь надо просто пережубить либо что-то с ней сделать а может и нихрена нет этот поход обратно противовес застрял противовес застрял мне нужно туда интересно интересно так что же нам с ним сделать но это бесполезно естественно так давайте смотреть дальше что мы тут еще имеем как бы его развернуть ну вот в чем вопрос выше поднялся мы уже не можем наверное да получается блин любопытная фигня получается ну это ж шляпа это мы обрываем веревку оно мне что-то не дает мне как-то надо подниматься обратно в таком случае значит получается ну да сквозь текстуру куда-то вообще ушли непонятно куда в пекло ада напрямую так ну чекпоин тут есть и даже эта штука закреплена осталась вот и хорошо вот и чудненько попробую прикрепить противовес к лебедке спасибо большое за подсказку лариса я уже попробовал подожди противовес к лебедке то есть в плане нет я же прикрепил уже а что если двумя стрелами прикрепить вряд ли конечно опробовать стоит а что если его попробовать потянуть вот таким вот образом то есть выстрелить и потянуть ничего не дает тоже так любопытно любопытно ладно давайте поизучаем что мы тут еще имеем интересного можем по идее опять таки подняться выше посмотреть что у нас там наверху осталось интересного но может а тут еще будет видно или же по крайней мере здесь можно пробовать выстрелить по нему еще раз ну хрен знает вроде немножко болтается но дает ли нам это что то может быть сначала надо цепить тогда а потом уже попробовать его потянуть может и так может и сработает потому что пока что других просто способов я не вижу кроме как взаимодействия с помощью этого противовеса с помощью стрел хотя конечно возможно что то мы упускаем из виду сейчас будем думать и пытаться так нет фигня это фигня а если вот так наоборот то разделать тоже не разворачивается любопытно любопытно получается но там верная гибель туда падать смысла даже никакого нету в этом подсветка нам типа тоже ничего не дает в общем хрен его знает так угу вот оно что ну я тебя понял надо просто опустить эту фигню так уже геть лучше ну попробуем попробуем может что и получится из этого так начало натянуть ну да а вот теперь то что доктор прописал есть шикарно ох ты вол ну конечно же естественно шикарно поэтому упасть вниз Лариса Лариса да вы меня немножко расстраиваете ладно хоть противовес сработал чикпоин сохранился окей это был только первый этап что нас там еще ждет дальше хрен его знает ну будем смотреть Лариса давай за работу ох офигеть масштабненько невероятно это природное образование пипец ну вот кажется святыня то есть в принципе дальше у нас ничего не ждет это была самая главная головоломка надо было решить ее и все вот не здесь ну вот и чудненько в таком случае как уже здесь сильный ветер геймпад вибрирует так что из какого-то из рук выводится нафиг это манускрипт в нем описано размышления о человеческой воле освоен новый навык скрытая сила если Лара получит критический урон в бою и экран становится серым здоровье автоматически восстанавливается мгновенное восполнение здоровья происходит один раз за бой время восстановления способности обновляется между схватками с врагом прикольно гробница проведена глаз божий ну что ж видите очень даже не зря мы сюда возвращались получается это реально того стоило получили очень полезный навык благодаря которому мы теперь возможно будем чуть реже умирать например с этим леопардом или кто это там был это рысь может быть я не очень разбираюсь в хищник вот заработано кредитов ноль отлично просто вообще вот это гробница это гробница ноль кредитов дало мне просто супер так вот собственно например с ним помните у меня был серый экран и я бы мог бы остаться в живых если у меня был бы этот навык ладно полезли обратно потихонечку больше тут явно делать нечего надеюсь что обратный путь будет немножко проще чем путь сюда ну аж по крайней мере хотелось бы это верить ну как минимум находим монетки и всякую фигню кстати по поводу монеток сколько у меня уже накопилось в общем вопрос потому что всего лишь пять да крайне мало потому что там есть торговец который с удовольствием мне продает всякие херовины так вижу место зацепа стрелы ну куда ее цеплять куда стрелять в общем вопрос эмм не совсем пока понятно на понял вот сюда окей ну поехали в таком случае это должно быть была кодельница для окуривания ладаном но ее использовали иначе каким же образом ее использовали интересно об этом история умалчивает бедняга замерзший мумифицированный уже так ладно уходим нафиг просто ёперный театр просто уходим лариса это не значит что надо падать вниз это значит что он вылазит наверх вот так умница так далее куда мы стреляем здесь туда есть контакт ну и собственно поехали так здесь еще видно что сюда подожди к этому разве не обратно возвращаемся гробница нам наверное в ту сторону походу дело нам вот сюда да отлично ну что же неплохая гробница неплохие приключения в общем то мне все понравилось давайте поглядим что у нас там по навыкам в лагере очков навыка доступно 0 улучшений доступно 0 то есть в принципе ничего интересного но однако мы навык получили в любом случае навык получили вполне полезный так что в целом я доволен глаз божий да уж ну окей теперь думаю что на можно спокойной совести уже двигаться непосредственно по сюжету надеюсь что больше там не будет всяких разных волков и прочих опасных тварей хотя в принципе редкие шкуры я бы на самом деле взял бы еще я бы уж нашел он точно применение в хозяйстве только себе тоже можно запиться кометой с этого места куда-то в другое но мне наверное просто нафиг это не надо ладно просто уходим просто пошли так дерево пожалуй возьмем лишним не будет стоп что у нас здесь тайничок здесь что у нас такое прочное заграждение выстрелами или взрывчаткой понял киваю а можно просто нет нельзя выстрелами или взрывчаткой ну все хана патронов не осталось ну ладно давайте посмотрим куда нас это место приведет испытание пройдено во тьму напомнишь ли это испытание нужно было найти 4 пещеры вот это собственно получается четвертое заработано кредитов 2000 всего 33 у нас уже есть копим в районе 50 или 60 тысяч кредитов на какой-то там самый крутой набор снаряжения пробуем заработать на него наверное и очередной у нас тут рюкзак картографа вместе собственно с самими остатками картографа и карта обновлена нам с вами доступны теперь новые секреты больше тут кажется делать нечего в принципе поэтому можно валить наверное отсюда так давайте посмотрим на карту по нашему пути исследования что будет еще интересного защитная какая-то пещера новая также аварийный тайник ну что же давайте стороной ручь из пещеру пожалуй сходим ну а там глядишь может быть и до тайника доберемся так пещера у нас где-то здесь сука живности господи боже мой и зайчики и белочки и кого только нету угу не то вот это пожалуйста понеслась и что у нас здесь сундучок большой вместительный деталь пистолета пулемета 1 из 4 неплохо очень даже неплохо так ну и кажется в принципе на этом все ну что же такие пещерки стоит пожалуй посещать короче потому что в них как видите много всего полезного может быть так хорошо тогда давайте заглянем еще к аварийному тайнику и к еще одной пещере тем более что нам это все равно по пути нашего следования вроде как али оп а это было больно пожалуй стоит спуститься наверное как-то аккуратно взять припасы патронов много не бывает так хорошо теперь что касаемо пещеры где-то снизу вот там и там же тайник так спокойно не забываем куркаться чтобы ноги себе не сломать так тайничок 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 где-то здесь а вот и он отлично одна редкая шкура нифига себе вот это круто вот это неплохо так ну и пещера металлические заграждения взрывчатка уничтожит металлические заграждения а вот только взрывчатки у меня к сожалению нету твою же мать да и сделать ее я не могу нету банок печаль блин там ну река что-то ценное будет ладно хрен с ним нет так нет давайте-то выбираться потихоньку зря на место пошел можно тут подняться пожалуй так и поступим вопрос только в том куда дальше налево понял и тут собственно наверх отлично ладно тогда двигаемся по сироту дальше раз уж пока у нас нет взрывчатки изготовить мы ее не можем значит эту пещеру мы пожалуй пропустим к моему превеликому сожалению ох смотрите тут повешенные люди висят офигеть здесь случилось что-то ужасное жесть какая при том они довольно таки давно судя по всему висят и лежат потому что скелеты уже офигеть нелицеприятное зрелище снова одна сберетесь на крыше не доплавильного завода чтобы добраться до входа в шахту и естественно вождь мирового протекториата куда же без него я ищетной лагерь я ищет думаю об отце каждый день многие годы я винил его в том что он жил лишь работой и оставил меня одну в какой-то мере я все еще корю себя что оттолкнула его я твержу себе что была юна и не понимала его как или иначе он умер а теперь почему на первую очередь чувствую что он ближе чем был при жизни она хотела сказать ну просто я быстрее закончил прокачку чем она успела договорить так я вижу куда мы идти дальше вот это собственно место это понятно спасибо за подсказку просто хочу смотреть что тут еще есть интересного например это Стелла кто-то старательно зачеркнул указание как добраться до чего-то спрятанного вечная слава героям которые боролись за свободу смотри как на нас новый навык благодаря этому как раз в лагере прокачаем так очки навыков одно новое очко давайте смотреть что у нас тут открылось интересного еще дальше так это пока не хочу контроль дыхания наверное возьмем все таки тоже будет нужен не будем долго париться убирать к тому же нам уже пора заканчивать серию надеюсь что вам понравилось друзья ставьте лайк если это так и не забывайте про комментарии а для вас играла комментирован Валда это была игра Rise of Tomb Raider на Epic Type спасибо за просмотр и до новых встреч пока пока не забывайте чтобы не пропустить новые видео и до новых встреч мы с вами как и до новых встреч и до новых встреч Продолжение следует...